Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alice Kinder Toys. Сегодня у нас сюрприз-микс после мини-отпуска. Шарзуру Мега Гросс Минис, Утиные Истории Дисней, Пацучини Таузис, Куклы Годжа Сантера Лондон, Мини Бас и другие. Будет интересно. Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали. Начнем с коробочки Мини Буз, вторая серия, с большим вопросительным знаком. Здесь попадаются различные животные. Какой интересно нам попадется. Это, кстати, секретный зверь. И обычные животные. Се они выглядят очень красиво. Мне, похоже, попалась редкая секретная фигурка. Золотой единорог. Посмотрите, какой прикольный. Копыта у него блестят, покрыты глиттером. Также у него блестящий рог и ушки. У этого единорога есть еще хайер. Прям как у зебры. А также стоит отметить красивые глазки, кристальные и тоже с золотом. Сверкают и блестят. Повезло мне сегодня. Давайте найдем на вкладыши, как его зовут. Глиттер. Но тут он серебристый. А мне попался золотистый. По-любому это секретная фигурка. Правда, выглядит она как мишка какой-то. Может быть, секретных фигурок несколько? Кто знает. Начало получилось отлично. Двигаемся дальше. Китсбокс Свит Бани. Кролики. Кроликов я люблю. Интересно, кто эти вкладыши сворачивал в трубочку? Коллекция пентопов с прикольными рождественскими кроликами. Вот этот в кружке забавный. И есть даже стишок. Рождество-то у нас не за горами. Совсем скоро уже снег пойдет, ведь конец сентября. Будем так же, как этот веселый кролик, кататься на коньках, а кто-то на лыжах, а кто-то на сноуборде. Кому что больше нравится. Игрушка сделана из резины. Кролик одел наушники. Только вот на уши они не попадают. Уши-то у него вот здесь торчат. Так что это больше для красоты сделано. Или для понтов. Теперь давайте откроем большой пакетик. С очень сложным названием. Паттио Чини Твузис Коллекшн. Серия первая, плюс серия вторая. Надеюсь, я правильно прочитал. Тут будут пупсы в костюмах животных. Целую книжечку положили. Книжечка познавательная. С прикольными фотографиями. Это все, конечно, интересно. Но давайте посмотрим быстрее на фигурку. А где вся коллекция? Маловато информации о коллекции. Лучше бы вместо книжечки вкладыш нормальный сделали. Попался пёсик. Стоит на задних лапках. Еду выпрашивает. Мурочка у него какая-то странная. Хотя не, это просто пасть так открыта. Интересно, какой он породы? Как думаете? Напишите в комментариях. Есть у него клеймо в виде буквы Т. Сделал он, конечно, простовато. С небольшими косичками. А вот пупс выглядит поприкольней. Вы только посмотрите, какую он себе шапку подобрал. Необычненько. Ведь это кит. У него даже фонтанчик есть. Два глазика и большая зубастая пасть. А сзади даже хвост присутствует. И такое же клеймо с буквой Т. Шапка под цвет подгузников. Всё как полагается. Правда, подгузники ему маленько не докрасили. Но да ладно. Стоит он в стойке, как будто на сёрфе катается по волнам. Но настоящий китяра. Голова у фигурки вращается. Это прикольно. По покраске тоже замечаний нет. В общем, пупсик классный. Собачка не очень. Шоколадное яйцо шоки-токи Буба. Коллекция из восьми фигурок. Помимо Бубы, есть попугай Гуга и крыса Лула. Длинноносая крыса Лула. Сложила лапки на груди. То ли она о чём-то мечтает, то ли что-то интересненькое увидела. Но у неё, судя по всему, всё хорошо, так как очки золотые. Первый раз встречаю крысу в золотых очках. Кто смотрел «Утиные истории», признавайтесь в комментариях. Ведь сейчас мы будем открывать интересный сюрприз. В виде банки-копилки со значком доллара. Скруч МакДагу такой бы понравился. Даг Тейлз Дисней. В этой коллекции есть «Круч МакДаг», «Поночка», «Билли-вилли-дилли», «Чёрный плащ», «Дональд Даг», «Зигзаг МакКряк». А вот эту забыл, как зовут. Кто знает, напишите в комментариях. Ух ты, так это ж стопка монет. Прикольно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь монеток. Семь, в принципе, счастливое число. И открывается посерединке. Жалко, чёрный плащ не попался. Убедит зад МакРяк. Слабо по памяти назвать, как зовут утёнка, который носит красную майку и красную бейсболку. Есть ещё синий и зелёный. Красного зовут Билли. Глазища у него огромные. Какой-то он удивлённый. Мордочку ему немного испачкали. По качеству я ожидал более лучшую фигурку. Ведь цена этой коробочки довольно высокая. Кто-нибудь покупал такие сюрпризы? Может быть, кому-то чёрный плащ попался? Напишите в комментариях. Ну, а саму упаковку можно использовать как копилку. Закрываем. И вот прорезь для монеток. По-моему, выглядит круто. Ещё один китсбокс. А теперь с коллекцией Миньоны Грявитация. Собери всю коллекцию из восьми миньончиков. Хоть эта коллекция фигурок, но выглядят они честно ужасно. Вы только посмотрите, сколько косяков покраски. Хуже покрашенных фигурок я ещё не встречал. Это Дэйв. Миньончик стоит на подставке. Подставку написано, можно использовать как печать. А печатать мы будем конфетки. Правда, эти конфетки не съешь. Такое себе. Дэйв подбоченился, позирует как на сцене. Ещё ему можно вырезать вот такой задник. Но мне кажется, этим заниматься не стоит. Так как эта фигурка выглядит плохо. Да и подставка еле держится на его тонких лапках. Коробочка Happy Box. Gorgeous Center London. Куклы. Шесть чудесных куколок в коллекции. Вкладыш, я думаю, внутрь тоже положили. Пакетик с карамельками. Шесть кукол с очень длинными названиями. Например, Little Song. I gave you my heart. И т.д. и т.п. Не опалась куколка. I gave you my heart. Какая красивая картинка. Очень застенчивая куколка. Посмотрите, как она ножки сложила. Ручки тоже. Ещё она на вкладыше должна покраснеть. Но здесь этого не добавили, к сожалению. А покраснела она из-за того, что признаётся в любви. Дарит своё сердце кому-то. Вырвала листочек из тетрадки. И нарисовала на нём сердечко. Тоже забыли его подкрасить. Оно должно быть красным. И куколка покрасневшая. По качеству игрушка сделана отлично. Как платье у неё блестит и переливается. Да и прическа тоже, как будто лакированная. Интересные у неё пчелиные колготки. Стоит она на подставке в виде сердца. Шоколадное яйцо «Монстры на каникулах». Соберем всю коллекцию героев. Всего их тут 10. Правда на вкладыше только 9 нарисовано. Производители уже дошли до того, что выпускают пенопластовые игрушки. Пенопластовая подставка. Пенопластовая фигурка. Ну а что? Дёшево и сердито. Кусочек пенопласта почти ничего не стоит. Принт на него нанёс. И игрушка готова. Правда вряд ли какому ребёнку это понравится. Не опалась Мэйвис. И она, между прочим, дочка самого графа Дракула. Драф Гракула заплакал бы, увидев такую игрушку. Коробочка Юми Куб. Автоболлс. Правда вот звери, которые сидят в машинках, выглядят не очень радостными. Они, по-моему, от страха умирают. Хотя не. Единорог весёлый. Медведь злобный. Заяц настороженный. А вот тигрёнок вообще испуганный. А внутри круглое яйцо. Это что такое? Непонятно. И одна мармеладка. Вкладышей нет. Непонятно, сколько игрушек в коллекции. Но, судя по картинкам, хотя бы четыре. Только при чём тут машинки? И вот это. Что это за круглое яйцо? Так, судя по всему, это единорог. И он один был довольный на коробочке. Может, это как-то разбирается? Или как-то работает? Внутри что-то гремит. Похоже, я что-то нашёл. Большое количество деталей. Есть колёса. Это радует. Вполне возможно, что берём какую-нибудь машинку. Инструкция по сборке тоже есть. Неожиданно это яйцо превратилось в довольного единорога, который едет действительно на гоночной тачке. Вы только посмотрите, какие выхлопные трубы у машинки. Огромные задние колёса и маленькие передние. Единорог сюда еле поместился. У него, кстати, ушки добавились. Радостный, довольный. Я бы, конечно, хотел больше зайца найти. Он бы тогда отправился на тачке в мою коллекцию. Ну что, попробуем прокатиться? Понятно теперь, почему единорог такой радостный. Скорость-то маленькая развивается. Он просто сидит потихоньку в машинке, катается. В принципе, колёсики у тачки крутятся. Скорее всего, поверхность нужна более шершавая. По столу катиться тачка не хочет. Как вам такие гоночные машинки? Напишите в комментариях. Как по мне, было очень неожиданно. Киндер-сюрприз Angry Birds Kino 2016 года. 7 лет уже яйцу. Все в коллекции 8 игрушек. Маленькая, круглая птичка. Очень похожая на Реда. По крайней мере, цветом и густыми бровями. Решила прокатиться на водных лыжах, пока вода еще не замерзла в море. Либо готовится уже к зимнему сезону. У птички есть колёсика. Можно смело раскатывать. Попробуем. Катится лучше, чем единорог на своей гоночной тачке. В комплекте присутствуют вот такие картинки. Со свинками. Их можно выставить и сбивать. За эту свинку дают 20 очков, за эту 30 и 15. Вот для чего птичка встала на лыжи, чтобы по свинкам бахать. Теперь давайте откроем цветбокс. 44 котенка. Как обычно, мармелад. И как обычно, игрушка. Хотя в последнее время, бывает, и не игрушка попадается в цветбоксах. Из 44 котят нам положили 8. Космо, Эдисон, Пилу, Лампа, Пончик, Лола, Миледи, Игорь. Миледи, настоящая дама, обладает проницательным умом. Терпеть не может, когда ее обманывают. А еще Миледи очень любит петь. Костюмчик, правда, какой-то странный она выбрала для сцены. Больше похоже на пижамку. Микрофон у нее, естественно, золотой. Наверное, выиграла в какой-нибудь конкурсе вокальном. Очки тоже гламурные. Да и сама кошечка выглядит красиво. Прикольная подставка в виде кошачьей мордочки. У меня остался последний сюрприз. Это новый шарик Зуру. 5 сюрпризов Зуру. Мега Гросс Минис. Интересно, что тут? На шарик уже муха села. Не свежий он, что ли? Откроем и все узнаем. И еще один слой. Какой белоснежный. Большой черный пакетик. Что-то странное. Наклейка ПУКЕМОН. Хм, интересно придумали. И есть вкладыш. С него и начнем. Теперь понятно, почему мухи слетелись на этот шарик. Ведь тут попадаются тухлые продукты. Посмотрите, какие они тут разные и отвратительные. В некоторых даже пауки завелись. Плесень, слизь. Всякие насекомые. Выглядит, конечно, не очень. И есть светящийся в темноте. Кет забавный. А есть супер редкие. Гамбургер и Кока-Кола. На другой стороне и еще всякая просрочка. Посмотрим, что нам в пакетик мусорный положили. Действительно выглядит, как мусорный мешок. Даже завязанный. Оформление мне нравится. А в мусорном мешке. Сколько? Раз, два, три пакетика. В каждом, скорее всего, игрушка. Пакетики бумажные. Так. Первый пошел. Это Кет. Где второй, не знаю, затерялся. У него даже надпись есть какая-то. Снотверс Олл Нести. Не знаю такую фирму. Но выглядит он вполне неплохо. Если бы не эта зеленая слизь и жижа, которая из него выливается. Похоже на замороженную лаву. Шнурки присутствуют. Муха уже какая-то присела. Ей всяко нравится такое. А еще тут червяк ползет по Кеду. Выглядит честно отвратительно. Ну да ладно. Ой, ё-моё. Вы только посмотрите, что под подошвой. Тараканы. Они прям как настоящие. Мне аж мерзко стало. И есть логотип. Мега Гросс Минис. Похоже, били этим Кедом тараканов. А потом просто выкинули на помойку. Мыть не захотели. Но как все реалистично сделано. Теперь посмотрим, что находится в пакетике с блюющим смайликом. Ну, судя по ощущениям, тут просто слайм. Слайм в виде какой-то слизи. Ну, довольно прикольный. Но маленький. Можно еще Кед обляпать дополнительной слизью. Чтобы он более мерзким выглядел. Ладно, пока руки сильно не замарал, отложу в сторону. Лучше давайте откроем еще один пакетик. Интересно, что в нем будет. Ух ты, золотая монетка, что ли? Я стану, похоже, богатым. Действительно. Это золотой доллар. Вы посмотрите, как он сверкает. Просто бомба. Тут его маленько слизью облили, но ничего. Это мне не помешает пойти в банк и обменять его на кучу денег. Кстати, слизь можно и отодрать. Она вообще, наверное, съемная. Да. Не, ну монетка шикарная. Такую я себе в коллекцию оставлю. Я ее, кстати, не видел. На вкладыше. Может, опять мне что-то секретное попалось? А нет, была такая. Остался последний пакетик. И здесь смартфон, на котором кто-то смотрел сикток. Смартфон слегка покорябанный. Видно, что старенький. Комера мощная у него. И подставку используют в виде слизи. Похоже, слизь тут везде. А иногда удобно. Прилепить свой смартфон к слизи. И сидеть смотреть что-нибудь интересное. Главное не в сиктоке. Слизь мягкая. Смартфон твердый. Как вам такие сюрпризы от Zuru? Мне очень понравились. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились. Золотой единорог. И тухлые миниатюры от Zuru. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, где есть видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку. Со сладостями. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok